Друзья, всем привет! Это Nissan Murano 2013 года, выпуска Z51. Мы его покупаем семьей в том самом 2013 году по цене 1 миллион 615 тысяч рублей. Это топовая версия. Хотя по прайсу автомобиль стоил 1 миллион 915 тысяч рублей. Но сегодня, кого я вам привел, его новенького брата Z52. Nissan Murano, который выпускается и собирается в нашей стране с 2016 года. Хотя, сразу забегая наперед, вот этот автомобиль всему миру был представлен в 2014 году. Если 2014 год, вы должны понимать, что все технологии, которые здесь используются сегодня, они были наработаны году так в 2011-2012. Вот давайте о нем мы сегодня и поговорим. Но в первую очередь я хочу их сравнить. Вот смотрите, по сути 2013 год, 2014 год. В чем разница? Вот если раньше линейка Nissan всегда была какая-то индивидуальная. То есть Nissan Murano, когда он вообще только появился, даже его предшественник, все смотрели на него, говорили, что это какой-то космолет. По морде это был уникальный автомобиль. Но на самом деле его нельзя было ни с чем спутать. Те же самые Nissan X-Trail. Был квадратный такой паркетничек, который многие считали внедорожником. Появлялся Nissan Qashqai, который тоже отличался. Nissan Juke. Все в потоке различалось. Сегодня я приезжаю в Каширу. Мы сейчас здесь находимся. Показываю автомобиль друзьям. Одни говорят, что это новый Qashqai. Другой говорит, что это X-Trail. Кто-то сбоку в линиях видит Lexus. То ли RX, то ли NX. В общем, сегодня модельный ряд Nissan, в частности паркетников, слился и стал словно один. И вот прежде, чем мы детально обсудим новенький автомобиль, который, конечно же, условно новый, уже были обзоры на него. Тем не менее, до нас он доехал. Еще года три назад, я вам говорил, парни, появился в продаже новый Murano. Его нужно снять. И мы до него доехали. Я вам предлагаю сделать следующее. Нажмите сейчас на паузу и выскажите ваше мнение. На самом деле, напишите, как вам предыдущий, как вам новый. Мы делали публикацию в Instagram нашего канала. Я вам скажу так, что из 100%, 40% сказали, ну, нормально, либо хорошо. 60% сказали, так себе, ничего особенного, никаких эмоций он не вызывает. Конечно же, покупая сегодня автомобиль, одним из главных вопросов возникает, а что там с надежностью? Вот я вам отвечу на этот вопрос так. Два абсолютно одинаковых силовых агрегата. 3,5, 3,5. Вариатор, вариатор. Все без изменений, за исключением прошивок на этом автомобиле. Вот вам простой живой пример. 175 тысяч километров пробег у этого автомобиля. Вариатор работает. Мотор работает, машина едет. Максимум, что здесь делается по гарантии, это менялись ступичные подшипники. Дорогостоящих ремонтов по этому автомобилю пока что не было. Хотя, владеемым 6 лет, на этой машине я лично проехал порядка 80 тысяч километров. Поэтому знаю, о чем говорю. И сегодня мы с вами детально сравним эти автомобили. Но, конечно же, больше уклона мы сделаем на новую версию. В общем, друзья, давайте я не буду размазывать кашу по тарелке. Необходимо остановиться на внешнем виде этого автомобиля. Вот обратите внимание на морду автомобиля. С одной стороны, вроде бы симпатично. Особенно, когда стоишь прям по прямой. То есть, какой-то такой акулий взгляд все так же остается. Но, когда начинаешь сматриваться в автомобиль, вот смотрите, оптика у нас идет диодная. Ближние и дальние здесь диоды. Здесь идут такие вот дневные ходовые огни диодные, которые в виде стрелы сделаны. Вот эта фара, она идет с Nissan Z350. Если я не ошибаюсь, спортивный такой седанчик. Но, что интересно, здесь стоит у нас просто лампочка-поворотник. Вы представляете, изначально, когда я забирал автомобиль, мне показалось то, что вот эта вся часть будет моргать. Почему вся вот эта диодная лента, которая выполнена в виде стрелы, не может сейчас работать одновременно? Вот просто моргает лампочка, друзья. А теперь представьте, что вот эта стрела диодная начала бы сейчас моргать в виде поворотника. Был бы совсем другой вид. Как это сделано? Ну, хотя бы на повторителе, на зеркалах. Противотуманки. С одной стороны, можно было бы задаться вопросом, почему же они здесь до сих пор стоят галогеновые, а не диодные. Но здесь, по этому поводу, очень много споров. Одни утверждают то, что галогеновый свет все-таки в туманную погоду более эффективный, нежели диодный. На этом мы останавливаться не будем. Вот обратите внимание на то, что здесь стоит обычная черная пластиковая заглушка. В рестайлинговой версии 100% вам говорю, что здесь появится какой-то хром. Вот эта лампочка в поворотнике 100% уйдет и появится полноценная диодная оптика. Вот этот автомобиль был представлен миру в 2014 году в Америке. Это важно, потому что американцы, на самом деле, компанию Nissan в целом любят. Очень много продаж по Америке идет. И вообще изначально Мурана, есть вот история о том, что он делался для американцев, для любителей играть в гольф. Но в 2016 году его начали полноценно собирать на заводе под Питером. С 2016 года он поступил в продажу. То есть это все полностью наша с вами сборочка. При этом мотор здесь 3.5. Известный мотор, который ставится с 2000-х годов. Точно такой же мотор, который стоит на предшественнике. Вариатор здесь стоит точно такой же, который стоит на предшественнике. Но и здесь изменились немного системные настройки. Выдает он 249 лошадиных сил. Работает с вариатором, который идет также с ремнем. Есть версия, где будет стоять 2.5 мотора. И там еще будет электродвигатель. Вот там вариатор стоит доработанный. В этом вариаторе идет ремень. В том вариаторе будет идти цепь. Соответственно ресурс у того вариатора гораздо дольше. И вот я немного хочу поговорить о вариаторе. Почему? Потому что я уверен, что есть огромное количество людей, которые сразу скажут, что вариатор это говно. Друзья, вот давайте объективно. Смотрите, у нас есть вариатор. У нас есть автомат. У нас есть механическая коробка передач. У нас есть роботизированные коробки передач. И каждая из этих коробок по-своему плохая. Естественно, механическая самая надежная. Конечно же, бывают проблемы и с роботизированными коробками передач. Конечно же, бывают проблемы и с автоматами. Но больше это идет как заводской брак. Вспомните историю. Например, Toyota Camry. Ярд Вей прям совсем недавно показывает сюжет, что там была проблема с коробкой. Mazda 6. Точно так же бывают у них проблемы с коробками. У всех автомобилей бывают проблемы с коробками. Здесь важно понимать одно, что вот это сочетание мотора 3,5 вариатор. Если ты думаешь, что ты купил 249 сил, атмосферник, и ты хочешь погоняться путем нажатия регулярного педали в пол, тебе этот автомобиль не нужен. Точно так же, как одно время компания Nissan вынесла на наш рынок Тиану 3,5 с вариаторами. Многие покупали и давай на ней гонять. Все почему? Вот Camry 3,5 с автоматом, пушка, гонка. Значит, я и буду на Nissan гонять. У нас же как? Мощный мотор, хочется погоняться. Но этого сделать здесь не нужно. Этот мотор и эта коробка созданы для того, чтобы ты передвигался с комфортом. Вот ты в городе едешь, понимаешь, ты едешь 40-60 километров. Раз тебе нужно ускориться. Тебе не нужно давить педаль в пол абсолютно. Ты просто ее слегка притапливаешь, и ты уже уверенно разгоняешься. Давайте с вами смоделируем ситуацию, что мы едем, и нам нужно выходить на обгон. Допустим, мы на трассе включаем поворотник. 100, 10, поехали. Более чем достойно, друзья. Ну, серьезно. Что-что к мотору, конечно, вопросов быть не может. По его тяге, по его мощности. С места. Ничего особенного, вот честное слово. Да, подрыв есть, мы поехали, машинка у нас нелегкая. Ну, прям сказать, знаешь, что здесь присутствует какой-то спортивный характер, ну, абсолютно не так. Это у мотора именно вот для обгонов на какой-то скорости уже. Ну, вот с места срываться, ну, 8,2 заявленный паспортный разгон у автомобиля. На основании этого говорить о надежности вариатора точно так же нужно начинать с тебя. Как ты будешь на нем ездить. Если ты будешь передвигаться аккуратно, адекватно, когда надо тебе уверенно разогнаться, ты нажал в пол. Это не означает о том, что здесь в пол давить абсолютно не нужно. При этом коробка начинает имитировать автомат. 110 километров в час, полторы тысячи оборотов, жмем педаль газа в пол. И что происходит? Доходим до 6 тысяч, 6,5, отщелкивает, то есть имитирует работу автомата. При этом обращаю ваше внимание, что нет абсолютно никаких возможностей выбирать режим, так, например, спортивный или еще какой-то. Есть у нас режим эко, но это совсем другой режим, то есть это режим не для того, чтобы вы экономили ваше топливо. Это режим, при котором меньше выбрасывается в атмосферу вредных веществ. Это действительно так, это проверено. Но прямой экономии топлива это не ведет. Здесь же подчеркиваю, ничего нет. У нас люди покупают автомобиль новыми, с рассчитыванием на то, что они поездят 3-5 лет. Если отталкиваться от этих цифр, что в год ты в среднем будешь проезжать 30 тысяч километров, то за 5 лет ты проедешь 150 тысяч. Если у тебя появится проблема с вариатором, то она у тебя, как правило, появится в первые 100 тысяч. Соответственно, это будет заводской брак, тебе его поменяют полностью по гарантии. Такого, чтобы ты откатался там первые 100 тысяч, и потом на 101 тысячу он у тебя автоматом сломался прям по-быстрому, но это маловероятно. Все симптомы, когда начинает дергаться коробка, она начинает бить, такой удар происходит, когда ты включаешь заднюю передачу, ты это все почувствуешь сразу. Потому что сейчас, когда автомобиль исправен, коробка исправен, все и переключается очень плавно. Поэтому я хочу себе подвести такое резюме. Покупая этот автомобиль, при должном уходе, если вы будете регулярно менять масло в коробке, здесь это нужно делать. В принципе, первые там 150 тысяч, вы проблем с ним знать не должны. Конечно же, вы можете нарваться на заводской брак, и у вас будут проблемы с вариатором. Здесь все сугубо индивидуально. Такое может произойти абсолютно с любой коробкой. Отмечу такой факт, что зачастую, вот больше всего я встречал, что именно на Тианах больше всего жалуются людей на вариаторы. Соответственно, сделайте выводы, нравится вам, не нравится. Я понимаю одно, что в нашей стране больше ценится автомат. Вот если бы компания Nissan бы специально для России ставила об автомат, на этот автомобиль смотрели бы гораздо иначе. Машина идет очень плавно. Видно, что подвеска здесь свежая, полностью исправная. Но при этом, скажу вам так, свыше 160-180 на открытых участках, где есть боковой сильный ветер, ну, некомфортно. То же самое, в принципе, было и с предыдущим Nissan. Знаете, любой автомобиль, который новый, который свежий, где исправная подвеска, он всегда, в принципе, достойно держит дорогу там до 150-160 км в час. Любую машину абсолютно возьмите. Солярис, отечественного производителя. На этих скоростях, когда вот такой участок дороги хороший, хорошо просматриваемый, машина едет достойно. То же самое и здесь. Но, отмечу, что мы уже едем 120, прям чувствуется очень сильный гул от колес. Колеса здесь стоят 20-е. Поэтому, по любасу, вот шумка арок здесь, как минимум, нужна. Опять же, нужно смотреть, какая резина стоит, искать альтернативные варианты. Стоит ли делать шумоизоляцию? Я считаю, что однозначно стоит. И днись вообще полностью, прям полную комплексную шумку не повредит. При условии того, что вот вы, например, живете в городе, выезжаете куда-то за город, либо в путешествие, с комфортом будете ехать однозначно. По мотору. У него, конечно же, есть известные косячки. Я вам их сейчас выведу на экран, чтобы не зачитывать. Но при этом, даже сам сайт, который собирает всю информацию по этим косякам, ставит ему оценку 5 с минусом. Мотор начали выпускать и произвести с 2000-х годов. Он на огромном количестве автомобилей ставился. То есть, я вам также ввожу этот список, чтобы его не перечислять. Он огромный. При этом, постоянно мотор дорабатывается. Вы сами прекрасно знаете, что никогда не было такого ни у одного производителя, чтобы они на официальном сайте с новинкой сказали. Вот, смотрите. У наших моторов раньше были серьезные проблемы, которые могли привести к капитальному ремонту. Мы их исправили. Поэтому в этой версии их не будет. Нет. По-любому все потихонечку дорабатывается. Что именно было доработано, сказать не могу. Но конкретно в этой версии, насколько мне известно, максимум, что изменилась эта прошивка. Сам по себе кузов на 16% стал аэродинамичнее. Расход у автомобиля, как заявляет производитель, упал. Но на самом деле это цифры серии. Вот смотрите, на предыдущей версии, допустим, расход в городе, они писали 14,5 литров. Сейчас расход в городе, они пишут 13,8 литра. Вряд ли же расход у него будет следующий. Если мы рассматриваем исключительно Москву, там с пробками, 15-17 литров. Это в таком среднем режиме то, что ты спокойно передвигаешься по пробкам. Если ты будешь притапливать на короткие дистанции, завел автомобиль, поехал, выше 17 литров запросто. Лучший вариант, когда вы находитесь в провинциальном городочке, где меньше пробок, я думаю, это будет примерно 13 литров. Средний расход по городу. Если же мы выходим на трассу, 9-10 литров здесь сделать можно. Опять же, это нужно стараться. Там ехать 110, держать там полторы тысячи оборотов на тахометре у вас будут. При этом ты не переживаешь о том, что литр 95-го стоит 50 рублей, а машина в городе жрет в среднем 15 литров. У нас есть предыдущий Nissan Murano, как я вам уже несколько раз об этом сказал. Там пробег сейчас 175 тысяч. Все то же самое. Никаких вопросов там по ремонту пока что не возникло. Присаживаясь в автомобиль, конечно же, очень важный вопрос, с какого автомобиля вы пересели на Nissan Murano. Так, например, посмотрите, пожалуйста, по интерьеру. Вот я вам дам глазками пробежаться, чтобы посмотрели, сказали, как вам, симпатично или не симпатично. А вот теперь давайте по порядку. Начиная с двери, в первую очередь, автоматический стеклоподъемник есть только у водителя. Более того, все остальные три стеклоподъемника даже не подсвечиваются. Казалось бы, мелочь, но какого фига? Вот с 2010 года мы начали ездить с отцом на Nissan, до сих пор они не подсвечиваются. В глаза сразу бросается отделка. Вот этот пластик, который сделан под какое-то дерево. Но на самом деле, когда ты присматриваешься к нему вживую, он больше напоминает какой-то линолеум или ламинат. С одной стороны, плюс у него есть значимый. Вот вы смотрите на него, пробег у автомобиля 12 тысяч, но он не царапанный. Если начать присматриваться под углами, он в царапках. Но так визуально кажется, что он прям в хорошем состоянии. Вот эта часть. У меня садились в автомобиль друзья все говорят, ну как-то, знаешь, странно. То есть нет такого эффекта, что вау. Вроде бы, с одной стороны, неплохо, но когда ты сидишь в автомобиле, понимаешь, что этот пластик, ну прям совсем как-то он дешево смотрится. Вот этот глянец, многих он раздражает. В силу того, что сейчас я вообще ни к чему не прикасался, все появляется в каких-то ляпках. На нем лучше видно пыль. Казалось бы, ну нужно как-то доработать. То есть, когда автомобиль новый, когда он стоит в салоне, когда вы смотрите на него на официальном сайте, конечно же, все смотрится симпатично. Руль. Очень такой, скажем, старенький руль с точки зрения того, что само рулевое колесо тоненькое. Очень редко где встречается. Но вот так, а ты передвигаешься, в принципе, все удобно, достойно. Конечно, не самый возможный он красивой формы, но здесь на вкус и цвет в целом вопросов к нему нет. С левой стороны у нас идут органы дополнительного управления, подогревом руля, курсовая устойчивость, открыть багажник. В общем, все есть. Опять-таки, у нас ручной тормоз все так же остается ножным тормозом. Приборная панель. К ней, на самом деле, здесь меньше всего вопросов, потому что все самое необходимое она отображает. В силу того, что она немного утоплена вниз, графика читается, то есть показывает, как работает система полного привода, датчик давления в шинах. В общем, все самые необходимые функции. Мы переходим к центральной части консоли. Вот здесь, вообще, друзья, вот посмотрите. У меня, на самом деле, даже маленько подгорело. Мне хотелось задать вопрос, а кто вообще вот это все придумал? И как человек, который вот этот интерьер нарисовал, как он обосновывал свою вот расстановку кнопок? Вот посмотрите, у нас есть дисковод. С одной стороны у нас идет кнопка, как открыть, с другой стороны у нас стоит заглушка на карту для навигации. Почему нельзя было спрятать ее сразу в подлокотник, как это делают другие компании? Здесь у нас все идет, в принципе, симметрично, но мультимедиа настолько старая, она очень тормознутая. То есть, если, например, мы сейчас зайдем в карты, да, начнем увеличивать, то есть, во-первых, графика очень старая. Сами по себе карты тоже старые, хотя они пишут там 2017-2018 год. Выставить, например, в Москве адрес так, что улицу написал, нужно сначала выбрать город, потом улицу. Как выяснилось, у нас несколько городов Москва. Я, например, выставил адрес, он мне показал вообще куда-то хрен знает куда, в какую-то деревню. В общем, к этому всему делу нужно привыкать. Опять же, ну что это за меню? В вечернее время интерьер подсвечивается очень приятно. Давайте я вам продемонстрирую. В силу того, что в нашей стране полгода зима, как будет внутри автомобиля ночью, это тоже немаловажно, особенно, когда вы отправляетесь на дальнее расстояние. Вот, пожалуйста, я прямо сейчас вам показываю. Подсветка довольно-таки приятная. Вот на самом деле, это сочетание синий, белый, красный, желтый цвет от оранжевый. В принципе, достойно. Вот обратите внимание на ручки водительской двери или же на ручку пассажирской двери. Там точно так же есть подсветка. Вот сейчас вживую, конечно, через камеру не передать, но сидишь в автомобиле, вот серьезно, если куда-то ехать, вообще не напряжено. То есть подсветка в этом плане хорошая. В любом случае, я стараюсь быть объективным, потому что к этому всему делу можно привыкнуть, этим можно не пользоваться. Вы сели, включили музыку, музыка, здесь стоит босс. В принципе, достойная музыка, играет приятно. Раздельный климат-контроль, подогрева сидений, вентиляция. Ну вот, посмотрите дальше. Вот у нас сюда вынесли кнопку старт-стоп. Какого размера вот это? Две маленьких, потом идет заглушка. Если мы сейчас сюда поставим два стакана, то есть автомобиль же больше позиционируется как семейный. Что сел ты, жена, сзади дети, кофе вы поставили или кок-колу. Хочешь ты телефон зарядить, вставляешь заглушку, в общем, повсюду будут провода. Ну как-то странно все это сделано. Дальше идем. Опускаемся ниже. Вот у нас здесь есть ниша, которая сделана для телефона. Ну я вам просто рассказываю. То есть нечто подобное, как и здесь, только в этой части. Вот iPhone 7 Plus. Давным-давно появился телефон, включая шестерку. То есть не хватает буквально 5-3 миллиметра, чтобы он в себя попал. То же самое происходит и здесь. То есть я вроде как телефон могу положить, но не могу. Тоже странно. Здесь у нас идет USB и AUX. Вот для чего я вам это рассказываю. Вот все в мелочах кроется. Вроде бы как ты покупаешь автомобиль, который должен быть для тебя комфортнее. Но здесь огромнейший просто-напросто подлокотник, которым можно было все это дело спрятать. Здесь есть специальные два желоба, которые под провода предусмотрены, но нет. Там только один прикуриватель. Странно. И к тому, что когда вы покупаете этот автомобиль, если вы его рассматриваете как семейный, то есть вот это все вам потом аукнется. Вы со всем этим делом столкнетесь. Если же вы покупаете автомобиль серии «Я купил просто передвигаться», в принципе по интерьеру автомобиль комфортный. Но, вот обращаю ваше внимание, вот этот пластик, 12 тысяч пробег у автомобиля, в целом, когда мы едем на нем, ничего не скрипит. Но вот эта одна часть, она постоянно скрипит. На всех неровных участках вечно происходят какие-то сверчки. Круговой обзор. Отдельная история. С одной стороны, он есть, и это хорошо, потому что парковаться с ним действительно удобно. Он срабатывает на скорости до 10 км в час. Подъезжаете к какому-то участку, он вылетает у вас сразу. Въезжаем во двор, включаем круговой обзор. Он работает до 10 км в час. То есть, соответственно, по двору мы должны просто-напросто с вами катиться. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, знаете, иногда хочется, чтобы он работал там, ну, хотя бы до 40. Потому что в некоторых ситуациях, допустим, ты куда-то выехал там за город, ты все равно будешь разгоняться быстрее, тогда это будет и фишка полезная. Здесь же только ты 11 км разгоняешься, он сразу отключается. Включает круговой обзор. И опять его тут же выбрасывает. Заходим в меню. Мы при этом едем вообще очень медленно. То есть, вот видите, например, подключение телефона. Я ничего не подключал. Он сейчас будет пытаться найти его. Я нажимаю, вот, опять он его подключает. То есть, как нажать? Back, попробовать. Back, не надо мне ничего, брат. Включи мне просто круговой обзор. Я хочу ехать потихоньку. Опять вылетает. То есть, понимаете, вот как раз та ситуация, когда ты приехал домой, допустим, вот кошка выбежала, еще что-то. Ты хочешь ехать, контролировать все, но ты почему-то это делать не можешь. Вот он работает, показывает, опять он вылетает. Ну что такое? При этом камера здесь на оценку просто 2 балла. Даже не то, что 2 балла, колл. Ну серьезно, посмотрите сами, поднеси, пожалуйста, поближе. То есть, размытое, полностью мутное изображение. Оно работает, но все это сделано настолько убого, что ты смотришь на это дело, думаешь, ну да. Есть у нас дополнительная вспомогательная система. Так, например, если какой-то пешеход выбежит вдруг перед нами, она его увидит, она нам сигнализирует о том, что кто-то бегает спереди, сзади автомобиля. Можно тебя этим удивить? Я думаю, нет. Вентиляция сидений. В общем, в этом автомобиле нет ничего такого, что я бы мог бы тебе сейчас сказать, смотри, а вот здесь есть вот это. И ты такой, вау, классно. В общем, мы проехали 100 километров примерно за 45 минут. Никак не устал. Но, отмечу один такой факт, что производители заявляют то, что их сидения разработаны совместно с НАСА. Мне, вот честно, как человек, вообще фиолетовый, что там они как разработали, могу сказать одно, что на расстоянии 100 километров ехать комфортно. По городу передвигаешься, тоже ехать комфортно. Хорошо, что добавили вот эти боковые подушки. Вот с ними действительно стало куда лучше, чем было раньше. Потому что раньше ты видишь, что тебя может маленько волтузить, особенно, когда заходишь в затяжной поворот. Здесь же ты сидишь в автомобиле более комфортно, как влитой. Отправиться на дальнее расстояние, здесь больше вопрос к тебе, к твоему здоровью. Если у тебя со спиной проблем нету, будешь ехать, настроишь под себя, будет комфортно. По городу передвигаться. В целом, автомобиль нормально с панорамной крыши, светло в машине. Очень часто мы с вами спорим о том, что автомобиль очень дорогой, да он столько не стоит. При этом говорят, да это же рубль нас обвалился. Давайте я вам приведу простые цифры. В 2013 году, когда мы покупали автомобиль Nissan Murano в топовой комплектации, официально он стоил 1 миллион 900 тысяч рублей. Я делю на 32. Таким образом, получается 59 тысяч 375, а цена его была в долларах. Сегодня Nissan Murano в топовой комплектации стоит, я прям по максимуму беру 2 миллиона 900 тысяч рублей. Без учета торга, просто сухие цифры. Делим на среднее значение доллара 63 рубля. Итого 46 тысяч долларов. Таким образом, получается так, что все, как вы понимаете, связано с нашим рублем. Но факт в том, что вот этому автомобилю сегодня в этой комплектации адекватная цена 2 100, 2 200. Вот за 2 200, покупая полный фаж, что там вот в подголовниках у нас есть телевизоры, мотор 3,5 литра, или же можно выбрать тот же самый гибридный мотор, вот эта цена для него была бы классная и адекватная. Подвеска у нашего автомобиля спереди все так же независимая, типа Макферсон, сзади независимая, многорычажная. В глаза бросаются 20-е колеса. Вот когда я забирал его, да, большие, но на самом деле, когда я общаюсь с друзьями, со знакомыми, с родителями, все смотрят, говорят, колесики-то здоровые. В силу этого подсадка в автомобиль реально стала гораздо выше. Даже сам производитель замечает, что для России увеличили дорожный просвет. В общем, в целом автомобиль вот по выезду куда-то на внедорожье, да, в пределах разумного, достаточно места. Не забывайте о том, что глушитель здесь все-таки висит чуть ниже, поэтому если вы куда-то поедете, где-нибудь вы его зацепить можете. С точки зрения мягкости, плавности хода, я, честно говоря, удивился в силу того, что колеса 20-е, мы проезжали по плитам бетонным, стыки большие идут нормально. То есть я там же ездил на Toyota Camry, я там же проезжал на Honda CR-V, я там же проезжал на Mazda 6. То есть везде, абсолютно везде, прям очень жестко было здесь же, с той же самой скоростью был удивлен. Багажник у нас, в принципе, большой, естественно, его можно сложить, будет больше места, какой-то крупногабаритный груз вы можете перевозить. Я же сейчас вожу с собой самокат, наш портфель. В общем, в багажнике вас нечем удивить абсолютно. То есть вы можете сложить сиденья сами, вы можете их поднять обратно, что отсюда здесь кнопочки стоят, что сидят за рулем. Вот, допустим, коляску ты положишь сюда запросы, какие-то памперсы, подгузники, не знаю, там продукты, сумку, спортивный спортзал, там с друзьями ты отправился на пляж, все вам сюда поместится. Но такого, как, например, в вагах, знаешь, что здесь какие-то сеточки, какие-то кармашки, то, что здесь какой-то дополнительный фонарик, здесь абсолютно ничего нет. Посадка назад. Я буду садиться со стороны пассажирского сиденья, потому что здесь есть комфортный доступ. Когда мы глушим автомобиль, сиденье отъезжает назад. Присаживаться в автомобиль здесь действительно комфортно, при условии того, что ты не очень маленького роста. Потому что если маленького, то ты будешь за пороги задевать. Реально машина повыше, колеса здоровые. Но присаживаясь в машину, мы доставим подлокотник. Покажи, пожалуйста, вот подлокотник. Вот оператор жалуется, говорит, ну где хвостик? Почему нету хвостик? Потому что если бы были у девушки, допустим, ногти большие, она полезет, так можно поломать. То есть это неудобно. Подлокотник здесь маленький, ничего особенного здесь абсолютно нет. За исключением того, что у нас в нашей версии стоят два дисплея. Они вам не дублируют, навигаются, ничего. То есть вы, например, сели, включили дисплей для маленького вашего ребенка или для взрослого ребенка, подключили какой-то фильм. Вот тут есть различные разъемы, все, едете, смотрите. Никого этим ничем давно уже не удивить. Но посадка сзади, в принципе, комфортная. Можно потянуть за хвостик, спинка откинется назад, придремал, куда-то поехал. Но, когда вы куда-то едете, разгоняясь выше 100 километров, конечно, в автомобиле становится очень шумно. Самое время нам отправиться с вами на тест-драйв, прокатиться по городу, пообщаться по автомобилю в движении. Друзья, ну смотрите, есть различного рода препятствия, незначительные для этого автомобиля. Понятное дело, что здесь кто-то скажет, и на девяточке проехать можно было бы. Можно было бы, конечно, но на этом автомобиле это делается комфортнее. Система полного привода работает точно так же, как и у всех. Соответственно, вы едете, она может кинуть 100% крутящего момента, как сейчас, на переднюю ось. Если мы сейчас дадим газку, и нам нужно будет разогнаться, она начнет раскидывать его и на заднюю ось в том числе. Конечно же, если вы решите поехать куда-то в серьезные говно, ну в первую очередь не забывайте о том, что автомобиль не дешевый, и он для этого не предназначен. Основная его задача – сел за руль, отправился на дачу, отправился в город, выехал зимой из-за снежного двора. Все, это основная его задача для полного привода. Проезжаем железнодорожный переезд. Со скоростью примерно 20 километров. Вот подъездка отрабатывает. Обратите внимание, что никаких шумов нет, за исключением вот этой самой пластиковой заглушки. Я не притапливаю даже в пол, то есть я даю газку, но в пол я не жму. Машина сразу уверенно разгоняется. Вот на городских диапазонах, как хороший участок дороги, когда есть стыки, в целом все проглатывает. Но действительно, я даже был удивлен, потому что я думал, блин, ну 20-е колеса – это все-таки немало. Но резина тоже здесь стоит низкопрофильно, поэтому ты едешь с удовольствием. Ну давайте ускоримся маленько. Вот сейчас педаль в пол, мотор орет. И вот когда, понимаете, у некоторых автомобилей происходит так, что мы доходим до 6500, кто на вариаторах, и просто стоит этот трев, то здесь идет имитация автомата, он отщелкивает, и это действительно становится куда комфортнее. Но, подчеркну, давить здесь в пол до последнего сеть ждать, ну это какие-то должны быть экстренные ситуации, когда ты там идешь на обгон на трассе. Читая ваши ответы в инстаграме нашего канала, где я вам задаю вопрос, что вы думаете по поводу этого автомобиля, многие говорят, а сравни его с конкурентами. Друзья, а вот с кем его сравнивать? Многие говорят, а то с корейцами, например. Говорят то, что не хватает на этом автомобиле дизельного моторчика. Ну давайте так, дизеля, которые стоят на корейцах, на японцах, но они действительно тарахтящие. Вот есть немцы, ты заводишь автомобиль, садишься, едешь на нем, ты не чувствуешь то, что это дизельная машина. Здесь же, если бы был какой-то дизель, было бы куда менее комфортно. Ты так-то заводишь автомобиль, ты сидишь, ты слышишь, в принципе, как работает здесь мотор. Дизельный, ну не знаю. Сравнивать его с каким-нибудь Kia Prime, я считаю, правильнее делать так. Вот когда вы выбираете себе автомобиль, семейный автомобиль, отправляетесь каждый на тест-драйв, прокатитесь на одном, покатайтесь побольше, постарайтесь разогнаться, притормозить, развалитесь в машине, сымитируйте ситуацию, что вы куда-то едете. После этого отправляетесь тут же на тест-драйв другого автомобиля. Таким образом, когда вы проедете за день 3-4 автомобиля, отправляетесь домой, ляжете поспать, и подумайте, какой автомобиль вам больше всего запомнился. Просить кого-то посоветовать, что купить. Поймите правильно, покупая сегодня новый автомобиль, на все есть гарантии, абсолютно на все автомобили. Вот рассказывать о том, что, блин, с гарантией сегодня сложно, как показывает тот же самый юрист Yardray, все решить реально было бы желание. Поэтому здесь нужно каждому самостоятельно выбирать, что ему нравится. Я же считаю, что до 100-150 тысяч сегодня, в принципе, все японо-корейские автомобили будут надежными. Вот этот автомобиль компания Nissan мне дала на 7 дней. На данный момент, момент записти, я его использую в 6-й день. И что я вам хочу сказать? Вот мы, мой отец, моя семья, приверженцы бренда. Потому что в 2007 году мы купили кузов T30 у Nissan X-Trail. В 2010 году мы купили T30. В 2013 году мы купили Nissan Murano. И все эти покупки всегда сопровождались ощущением действительно нового автомобиля. Мы покупали, мы наслаждались машиной. Мы всегда были довольны. Мы были те, кто говорили, Nissan крутая тачка. На сегодняшний день, вот я на нем поездил, я приехал, сел отец, села моя мама. Мы прокатились. Ощущение вау! Ощущение того, что это действительно новый автомобиль, что мы его хотим, просто не возникает. Ты спросишь, ну а что тогда? За эти деньги, да, чуть дороже, мы бы, наверное, рассмотрели бы вариант, как Lexus RX. Он будет гораздо проще по оснащению. Но на самом деле, все то, что здесь есть, вот никакого вау-эффекта и того, что мне это надо, просто-напросто не возникает. Там будет все самое необходимое, там будет все самое основное. Я вам озвучиваю Lexus RX с точки зрения того, что вот альтернативный вариант, на что бы мы посмотрели. Конечно же, напишите ваше мнение в комментариях. И поймите, мое мнение, это только мое мнение, я не хочу сказать то, что машина плохая. Я вам больше скажу, по статистике продаж, эти Nissan продаются с каждым годом все больше и больше. Как только они появились, продажи были там в районе 1000 машин в год, потом 2000-3000, то есть с каждым годом тенденция такая, что Murano именно идет по продажам вверх. Естественно, самые продаваемые машины в линейке это Qashqai, потом X-Trail. В общем, развитие у компании есть, продажи растут. Давайте вместе с вами делать выводы, которые здесь на самом деле просты. Машина уже старая, соответственно, никаких новых технологий в ней нет. Кому она может подойти? Она хорошо подойдет тем, кто непривередлив, кто приехал, хорошенечко торганулся, забрал ее по низкой цене, тогда это будет действительно достойный автомобиль, на котором можно 3-5 лет покататься при должном обслуживании, не имея никаких проблем. Кому этот автомобиль точно не подойдет? Но тем, кто думает, что 3,5 литра это потенциал для гонок, это, ребята, не для вас автомобиль. Я вас всех приглашаю в комментарии, обязательно высказывайте ваше мнение, что вам понравилось в автомобиле, что вам не понравилось. Напишите альтернативный вариант, чтобы вы купили из кроссоверов полноприводных с хорошим мотором за 2,5 миллиона рублей. Жду вас всех. Ставьте ваши лайки, ставьте ваши дизлайки, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Там всегда выходят только свежие новости. Мы снимаем машину, параллельно вы уже можете принимать участие, и ваше мнение в обзоре будет учитываться. У меня на этом пока что все. Мы вам все рассказали. Жду вас в комментариях. До новых встреч всем. Пока-пока.